Здравствуйте! В эфире программа «Мышление в образах» и я ее ведущая Екатерина Пенько. За время ведения программы мы уже узнали, что художники могут рисовать на холсте, на картоне, на бересте и даже на машине. Но есть еще и такие художники, которые рисуют на графическом планшете. Это графики и иллюстраторы. Именно этим и занимается моя сегодняшняя гостья. А как она к этому пришла, мы сейчас узнаем. Марина, как вот по-твоему, чем художник отличается от человека, который не связан с искусством? Мне нравится мое умение создать какой-то мир, условно реализовать свое воображение на листе бумаги на планшете. Я иногда думаю, вот как некоторые мои знакомые, которые не умеют рисовать, вот они что-то придумывают в голове и все. Наверное, в этом отличие. Ну, по крайней мере, для меня, потому что каких-то существенных, наверное, отличий нет. Все равно художники – это тоже люди, те же самые. Но, тем не менее, слегка необычные порой. Но мне нравится то, что я могу что-то придумать, нарисовать и показать всем. Вот смотрите, как я здорово придумала. Мы сейчас находимся в твоей школе, откуда, в принципе, все началось. Почему ты вообще решила пойти учиться на художника? Это ты как-то сама в себе заметила или, может быть, родители тебя отвели? С чего все началось? Я рисовала с самого детства, в том числе в школе, постоянно в тетрадях. Вечно мне делали учителя замечания на эту тему. К родителям там было несметное количество обращений. Ну, мама разводила руками, что я могу сделать и так далее. Ну, она поняла с самого начала, что я люблю рисовать. В 7 лет, когда я пошла во второй класс, как раз набирали с этого возраста в художественную школу детей, меня бабушка устроила, она меня водила сюда постоянно. И, соответственно, шли годы, художественная школа, усложнялись какие-то задачи. Я понимала, что мне это интересно, продолжать это интересно. Я хотела стать дизайнером, но мне было важно закончить какой-то традиционный вуз, то есть чтобы это были не курсы, чтобы это было хорошее учебное заведение с академической программой, с рисунком, живописью. И я вот попала на бюджет строгановку. Ну, конечно, вся семья танцевала, от счастья, потому что последние два года школы все только и слышали от меня строгановка, 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 строгановка. Чем ты сейчас занимаешься? Как тебе это помогло в твоей карьере? Я занимаюсь иллюстрацией, работаю как книжный иллюстратор. Рисую в основном в цифровом формате, то есть диджитал рисунки на графическом планшете, но и также рисую от руки по-прежнему, потому что есть база образования и умения. То есть грех не воспользоваться, когда есть запрос на рисунок от руки, а они по-прежнему есть, то есть это по-прежнему актуально. Сейчас переучиваюсь на художника игр, то есть это еще более глубокая фаза иллюстрации. Вот, меня прям уже затянуло туда. Это как раз мои работы с первого курса в строгановке, где мы работали исключительно руками, с никакой компьютерной графики. Здесь вот написано «средовая композиция из геометрических форм». Это все делалось аэрографом, белой ручкой гелевой. И все чертилось. Вот это вот напыление, я вырезала пленочку, как будто бы деревья. А здесь у нас уже более лягушки и медузы, что-то еще. Это отель на воде. Да, как будто бы отель. Да, это значит анализ бионической формы. Если вот предыдущая работа – это где-то середина первого курса, то вот этот самый конец. Это была летняя практика, и мы ходили в московский зоопарк. Там делали зарисовки, и, соответственно, вот эти вот зарисовки карандашные. И на основе этих форм нам нужно было какой-то воображаемый проект создать. Фантазия должна какая-то там, да, прям креативность в основе. Да, да. Ну, на это и было направлено упражнение. И еще помимо фантазии мы же изучали начертательную геометрию, черчение. То есть здесь еще и конструкцию мы должны понимать, как-то все в объеме построить правильно, по перспективе. Да, все это вот было на первом курсе, прям такая база-база. А какой был твой самый интересный такой заказ? В доковидные времена мы работали с австралийцами, и у них есть такой частный проект, который нацелен на экспериментальное лечение людей с диабетом. Значит, уже вот эти стадии тяжелые, когда зрение пропадает, и, соответственно, вот был придуман этой компанией какой-то чип, который вставляется в глаз, капсула с лекарством. И ее нужно периодически менять, чтобы лекарство снова поступало. Но каким-то образом это делать через глаз, это экспериментальное лечение, и, соответственно, мне нужно было проиллюстрировать, создать такой стори-тейлинг, как они это называют, то есть вот поэтапный рассказ, как происходит это лечение, с чего все начинается, какая подготовка на основе реальных людей, которые уже прошли вот это экспериментальное лечение. Это был такой, как комикс, у меня были реальные фотографии этих людей, было написано, что нужно проиллюстрировать, что должно быть изображено, там, как вот эта капсула должна выглядеть. Но это, наверное, был самый интересный заказ, потому что ты в этот момент понимаешь, что вот даже в сфере медицины ты, может быть, как-то полезен, не напрямую, там, может быть, косвенно, но, тем не менее, даже в таких областях творчество помогает людям. Мы сейчас с тобой идем в таком прекрасном осеннем парке, разноцветная листва. Как художника тебя вот это вдохновляет? То есть посещает муза в такие моменты? Хочется взять кисти и срочно-срочно что-то вот рисовать? Да, бывает такое, особенно, когда еще солнце светит, я думаю, как красиво, вот это надо прям сфотографировать и запомнить, как вот свет ложится на траву. Да, такое бывает, конечно. Марина, а что делать, если тебя вот, ну, не посещает это вдохновение? Надо тебе, вот ты сидишь перед чистым листом, а работа никак не получается. Что тогда? На самом деле, еще на первом курсе наши преподаватели сказали нам, что прекратите придумывать себе какое еще вдохновение, садитесь и делайте. Просто заставляешь себя, то есть это становится рутиной, хоть и такой творческой, яркой и постоянно новые проекты, но, тем не менее, все равно это работа. И от нее иногда отдыхать хочется. А как отдыхаешь? Ну, я рисую просто для себя. Вот на самом деле я задумывалась, как я отдыхаю. Я постоянно рисую. Просто я либо рисую для себя, либо я рисую для работы. Можно ли считать, что твое умение рисовать, которое пошло еще вот прямо из детства, приносит тебе сейчас тот доход, который для тебя комфортный? На самом деле да, потому что, во-первых, очень есть много сфер, куда можно податься, даже работая фриланс-художником, вот как я сейчас. Не всегда я работаю только над заказами. Часто, особенно в летнее время, вот в весенний-летний период, ко мне обращаются уже по знакомству родители подростков, сами подростки, там как-то через знакомых, кого нужно подготовить к экзаменам вступительным. Есть у тебя художники, кумиры, скажем так, с которыми ты, может быть, хотела бы встретиться? Что бы ты у них спросила? Или, может быть, что бы ты им показала? Из уже ушедших это Ван Гог. Ну, наверное, достаточно распространенное предпочтение. Просто нравится цвет, композиция, вся вот эта работа. Я вряд ли бы что-то спросила, но самое важное, ну, для меня, по крайней мере, как я чему-то могу научиться? Мне вот покажи, как ты это сделал. Вот, и так у всех. Еще есть датская художница, ее зовут Пернил Орум. Она художник по персонажам. Даже можно сказать, что вот она поучаствовала в желании купить планшет, научиться тоже рисовать. У нее полностью цифровые работы. Мне очень нравится стиль. То есть у нее есть своя манера, она узнаваемая. И тоже, наверное, одна из мировых звезд в иллюстрации. На самом деле, те, кто в этом работает, в жанре, они будут ее знать, я думаю. Марина, спасибо тебе большое за беседу. Было действительно очень интересно. И я уверена, что скоро мы увидим компьютерные игры с твоими персонажами. А это была программа «Мышление в образах». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин